О Генри, Калиф и Хам Безусловно, нет более интересного препровождения времени, как вращаться инкогнито среди людей богатых и с высоким положением. Где, как ни в этих кругах, можно наблюдать жизнь в ее примитивном, сыром виде, не скованной условностями, связывающими обитатели более низких сфер. Был некий багдадский Калиф, имевший привычку ходить среди людей бедных и низкого положения и удовольствие ради выслушивать их сказки и истории. Не странно ли, что люди скромные и бедные не воспользовались радостями, что могли бы узнать, одевшись в шелка и бриллианты, и разыгрывая Калифа в местах, посещаемых высшим светом? Был человек, увидевший возможность такого подражания Гаруну Аль-Рашиду. Звали его Корни Брани. И был он ломовым извозчиком импортной фирмы на канал Стрель. Если вы послушаете далее, то узнаете, как он превратил верхний Бродвий в багдад и узнал о себе саму нечто, чего не знал ранее. Главным интересом его жизни, любимым удовольствием и единственным развлечением после рабочего дня было противопоставить себя элегантным и богатым людям. Ведь у него не было надежды войти в их круг. Каждый вечер распрягший лошадь и пообедав в закусочной, где быстрота услужения была специальностью, Корни одевался в вечерний костюм, такой же корректный, какой можно встретить только и в вестибюле отелей. Затем он отправлялся по сверкающей восхитительной дороге, посвященной Теспису, Таис и Баусу. Некоторое время он бродил по передним шикарных отелей с чувством полного удовлетворения. Красивые женщины, воркующие, как голубки, но украшенные перимирайских птиц, проходя, задевали его своими платьями. Их сопровождали изящные кавалеры, галантные и услужники. А сердце Корник колотилось, как у сэра Ланцелота, потому что зеркало говорило ему, когда он проходил мимо. Корник, голубчик, между ними нет ни одного, который был бы элегантнее тебя, «А ты погоняешь ломовых лошадей, тогда как они задают фасон, бывают в картинах галереях и имеют все, что только есть лучшего в стране». Зеркало говорило ему правду. Мистер Кони Бранниган усвоил себе наружный лоск, если не усвоил ничего иного. Продолжительное и внимательное наблюдение вежливого общества привило ему манеры, изящный вид и, что было всего труднее, выдержанность и непринужденность. Время от времени Корни удавалось заводить в отелях разговоры и краткие знакомства с солидными, если и незнатными посетителями. Со многими из них он обменялся карточками и полученные карточки тщательно хранил, надеясь впоследствии воспользоваться им. Выйдя из вестибюля отеля, Корни с праздным видом бродил по улицам, останавливался у входа в театр и заходил в фешенебельные рестораны, как бы разыскивая знакомого. Он редко бывал посетителем этих мест, уподобляясь не пчеле, прилетевшей собирать мед, но бабочек, сверкающей крыльями среди цветов, в чашечках которых не содержалось для нее сладкого сока. Его жалований было недостаточно, чтобы дать ему нечто большее, чем в ней шлуге джентльмена. Корни Бранниган охотно отдал бы свою правую руку, только бы быть одним из тех созданий, которым он так ловко подражал. Однажды ночью с ним случилось следующее. Насладившись прелестью часового шатания по главнейшим отелям на Бродвии, он перешел в театральный квартал. Кучера Кэбов окликали его, видя в нем пассажира, что доставляло ему тщеславное удовольствие. Томные взгляды были обращены на него, как на источник омаров и упоительной шипучки. Эти заигрывания и бессознательные комплименты Корни глотал как манну и надеялся, что Билли, его лошадь, утром будет меньше хромать на левую переднюю ногу. Под гирляндой молочно-белых электрических шаров Корни остановился, для того, чтобы полюбоваться блеском своих низковырезанных лаковых ботинок. В угловом здании помещалось фешенебельное кафе. Оттуда вышла парочка. Дама в белом прозрачном, как паутинка, платье с накинутым на него точно туманной дымкой кружевным манто и мужчина. Высокий, безукоризненный и самоуверенный. Слишком самоуверенный. Они двинулись к краю тротуара и остановились. Глаза Корни, всегда ищущие примеры в поведении щегли, искоса следили за ним. «Экипажа нет», — сказала дама. «Вы приказали ему дожидаться?» «Я заказал его к половине десятого», — ответил Франк. «Он сейчас будет». Знакомая нотка в голосе дамы привлекла особое внимание Корни. Она звенела в тоне, хорошо ему известно. Для сестер по горе нет определенных кварталов. В указателе и книге «Разбитых сердец» вы увидите, что Бродвей следует очень близко за Брауэрю. Лицо этой леди было печально, и голос ее звучал также жалобно. Они ждали экипажа. Корни тоже ждал. Потому что был на улице и никогда не терял случая проследить за поведением джентльменов. «Джек», — сказала дама, — «не сердитесь. Я сделала сегодня все, что могла, чтобы угодить вам. Зачем вы так поступаете со мной?» «О, вы ангел», — ответил мужчина. «Известная женская манера во всем винить мужчин». «Я не виню вас. Я стараюсь сделать вас счастливым». «Вы берете за это весьма странным образом». «Вы без всякой причины были неласковы со мной весь вечер». «О, причины нет никакой. Кроме того, что вы мне надоели». Корни вынул портфельчик для визитных карточек и пересмотрел свою коллекцию. Он выбрал одну, на которой было написано «Мистер Уайт, Кенсингтон, Лонд». Эту карточку он получил от туриста в отеле «Король Эдуард». Корни подошел к джентльмену и подал ему карточку с самым корректным видом. «Могу ли я спросить, чему обязан этой честью?» — спросил спутник леди. Корни Пранеган обычно следовал весьма мудрому правилу. Мало говорить во время своих подражаний багдадскому калифу. Он, никогда не слышав, верил в изречение лорда Честерфильда. «Носи черный фраг и держи язык за зубами». Но сейчас от него спрашивалось и требовалось слово. «Никакой джентльмен, — сказал Корни, — не стал бы так разговаривать с леди. Стыдно, Вилли. Если она даже ваша жена, все же вам следует более уважать свой наряд и не отталкивать ее таким образом. Может быть, это не мое дело, но все равно вы, по моему мнению, совершенно не правы». Спутник леди дал более элегантно выраженный, но дерзкий ответ. Корни, пользуясь своим лексиконом ломового извозчика, отвечал, насколько мог, вежливыми фразами. Затем дипломатические сношения прервались. Последовала краткая, но оживленная стычка другим, несловесным оружием, из которой Корни легко вышел победителем. Подъехала карета, управляемая запоздавшим и взволнованным пучем. «Не откроете ли вы мне дверцу?» — спросила леди. Корни помог ей войти и снял шляп. Спутник ее начал подниматься с тротуара. «Прошу извинения, мадам, если это ваш муж», — сказал Корни. «Он не мой муж», — сказала леди. «Может быть, он... но теперь уже нет надежды, чтобы это случилось». «Поезжайте домой, Майкл. Если вам приятно, примите это и мою благодарность». Три красные розы были брошены из окна кареты в руку Корни. Он схватил их, а также и руку на одно мгновение, а затем карета учалась. Корни поднял шляпу своего врага и начал счищать пыль с его одеждой. «Пойдемте», — сказал Корни, взяв его за руку. Бывший соперник был еще немного оглушен полученными ударами. Корни осторожно довел его до салуна через три двери. «Виски», — сказал Корни, — «для меня и моего друга». «Странный малый», — сказал бывший спутник леди. «Сперва вы колотите человека, а затем старайтесь привести его в себя». «Вы мой лучший друг», — восторженно произнес Корни. «Вы не понимаете? Так слушайте! Вы открыли мне глаза. Я долгое время разыгрывал джентльмена, воображая, что у меня только тряпки его и ничего больше. Скажите, вы ведь барин, не правда ли? Вы вращаетесь среди этого класса? Я — нет. Но я открыл одну вещь. Я — джентльмен. И теперь я твердо знаю это. Что вам угодно выпить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...